В середину августа традиционно считается началом арбузного сезона. Купить сладкую ягоду в это время можно практически повсюду. На что стоит обращать внимание при выборе бахчевых и какие документы должны быть у продавца, расскажем в нашем сюжете. Арбуз – одно из популярных летних лакомств. К его выбору следует подходить осторожно. Лучше всего для начала выяснить, есть ли у продавца документы, подтверждающие качество товара. Если таковых нет или же предоставить вам их отказываются, можно смело идти к другому продавцу. На центральном рынке на каждую партию арбузов есть необходимые документы. Арбузы должны поступать нам с документами, тоже должен присутствовать сертификация ответствия, в котором указывается, откуда поступила продукция, в каком количестве она поступила. И там также указывается протокол исследования этих арбузов. Качество плодов подтверждают дополнительные экспертизы. Провести ее можно прямо на месте продажи с помощью портативных приборов. Они определяют уровень радиации и нитратов. У нас поступила новая партия арбузов. Арбузы пришли у нас из Астраханской области. И у нас проводится дополнительное исследование, то бишь исследование это на радиацию. Положим приборчик. Достаточно нескольких секунд, чтобы он нам получил, дал результат. Результат у нас 0,7 микрозивертов. В соответствии с ГОСТом уровень радиации не должен превышать 2 микрозивертов в час. Включаем прибор. Прибор у нас Марион. На определение нитратов. Уследуем продукты. Он у нас показал 60% от нормы. А норма 60 мг на килограмм. То бишь 36 мг в нашем арбузе нитратов. Если радиационный фон в норме, а количество пестицидов не превышает допустимые показатели, можно присмотреться и прислушаться к понравившемуся плоду. При постукивании арбуз должен издавать характерный звон. Во-первых, очень хороший сок должен быть раннего созревания. Хвостик должен быть сухой. Пятнышко, что арбуз действительно лежал на земле. Ну, форма имеет значение. Не должен быть мягкий, битый. Зачастую на развалах предлагают купить не целый арбуз, а его половинку или даже четверть. Делать это запрещает Роспотребнадзор. Из-за нарушения целостности плода на срезе начинают активно размножаться болезнетворные микроорганизмы. Поэтому лучше купить арбуз поменьше, чем часть крупного. Арбуз, во-первых, пятнышко желтенькое есть. Хвостик начал засыхать. То есть арбуз будет розовенький, но очень сладкий. Попробуем, порежем. Арбузик розовенький, семечко черное, зрелый, сахарный. Даже вот пошла трещинка. Это все говорит о том, что арбуз очень сладкий и вкусный. Купить арбуз можно и в сетевом продуктовом магазине. Сотрудничают они напрямую с производителями из Краснодарского края. Поставки еженедельные. За семь дней сеть продает около 20 тонн. За качеством здесь следят не меньше, чем на рынке. Мы имеем на руках документы, которые заверяем непосредственно в нашем органе Федеральной службы по ветеринарному надзору. И поэтому качество у нас отличное. Прежде чем насладиться, пусть даже самым качественным арбузом, его нужно как следует помыть теплой водой с мылом. Хранить разрезанный плод не рекомендуется. Лучше всего выбирать такой, чтобы можно было съесть за один день. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.